Снести или достроить? В Саргуте продолжается кампания по приведению в порядок территории с незаконным строительством. В работе контрольного управления числятся 33 объекта самовольного возведения. Это в том числе те здания, площади которых собственники расширили, не согласовав действия с мэрией. По 16 адресам у специалистов администрации имеются решения судов. С 2021 в нашем городе ликвидировали 16 подобных строений. Половину из них владельцы демонтировали самостоятельно. В прошлом году разобрали 5 построек. В основном это были локации промышленно-торгового назначения. В этом году будет 6 объектов, но мы пока специально не будем говорить какие. Потому что не нужно привлекать заранее внимание. Здесь в целом и депутаты Думы города Саргута просили нас почаще об этом говорить, чтобы у людей было понимание, что самовольное строительство, оно рано или поздно будет выявлено, пресечено и придется тратить деньги на его демонтаж. Здесь надо сказать, что половину из 16 объектов, о которых я говорил, которые уже снесены, демонтаж был произведен добровольно собственниками. Напомню, осенью 2022 в Саргуте демонтировали легендарный недострой на пересечении улицы Энергетиков и Бульвара Свободы. Снести заброшку городскому бюджету стоило свыше 3 миллионов рублей. Примерно в 7 раз больше понадобится муниципалитету, чтобы разобрать восьмиэтажное здание на Югорском тракте 36. Сумму расходов на демонтаж впоследствии взыщут собственника объекта. Это должен быть выставочно-торговый комплекс. К слову журналистов медиа, на просторах интернета нашли план-проект, очень схожий с каркасом самовольного объекта. По территории сейчас идут судебные разбирательства. Съемочная группа «Сургут-24» спросила у сургутян, какие самые знаменитые недострои в нашем городе они помнят. На Рыбников, Меликорамово, вот это там с такой саркой, вот это знаю здание. На Меликорамово там кирпичное здание. На Меликорамово. Как вы думаете, какие здания в городе топлив города? Да. Нет, они хранят, наверное, всю какую-то историческую память, возможно. Вот это здание красное на Югорской. Конечно, если бы ложиться, оно бы украшало улицу. На Меликорамово, не на Югорской, на Меликорамово. Надо исходить из статуса объекта. Если это изначально самовольная постройка, признана решением суда, то здесь, конечно, уже речь идет о ее демонтаже. Если это объект, который не смогли достроить в силу тех или иных обстоятельств финансовых, например, как мы все знаем, да, кирпичный дом многоэтажный, здесь другая ситуация, это не самовольная постройка. Нужно понимать разницу между самовольным строительством и незавершенным строительством. Здесь просто нужно предостеречь и бизнес, и граждан, которые превышают параметры, строят там какие-то четвертые и пятые этажи на ИЖС. ИЖС мы знаем, что до трех этажей, чтобы они в полете фантазии архитектурной не создали себе проблем в будущем. Недострой на Меликорамово-28 в Сургуте уже свыше 20 лет не меняет свой облик. Степень готовности объекта составляет 70%. Срок разрешения на возведение здания истек в 2005 году. Долгострой в 28-м А микрорайоне предполагался будет жилым домом с помещением под гостиницу на 154 места. Ранее арбитражный суд удовлетворил иск администрации города об изъятии объекта недвижимости для продажи с публичных торгов. В ноябре прошлого года аукцион не состоялся, как и предыдущие конкурсы, из-за отсутствия желающих купить недострой.